Техникум или институт? С таким выбором сталкиваются многие современные выпускники школ. В вузы стремится большинство. Как относится молодежь к среднему профессиональному образованию и есть ли у него преимущества? На эти и многие другие вопросы ответят студенты колледжей, с которыми познакомилась Алла Аксенова. Свадебная фотография семейная на документ. Сегодня у фотографов от клиентов нет отбоя. Учитывая популярность ремесла и личную любовь к нему, Ексерина Хайрулина решила выучиться на фотохудожника в Омском технологическом колледже. По-моему, среднее образование дает больше практики. Я теперь спокойно могу пойти на высшее образование в тот же ОМГУ. Потому что, мне кажется, мой навык, мой опыт наработанный, он мне спокойно даст учиться там. В Омск Елизавета Кана приехала из Сургута после 11 класса. Она мечтает профессионально стричь, окрашивать и продолжить семейный бизнес. Я таких университетов, которые учатся именно парикмахеров, ну, как бы хороших таких не слышала. Говорят, что именно здесь вот у меня, ну, хорошие протеомастера выходят. Ирина Баах в региональный центр перебралась из села после окончания 9 класса. Одноклассники пошли в 10-й. Я решила после 9-го, ну, я решила, как по идее, сэкономить все время, сразу закончить 11, на базе 11, закончить и уже получить профессию. Ну, и просто я еще боялась пойти в 11 класс, очень, и гэп, и я не знаю, почему, конечно, у меня были способности, у меня играли, оставайся. Омский технологический колледж в прошлом году выпустил около 300 специалистов. В основном девушек – швея, модельер, парикмахер, визажист, мастер по маникюру – пока женские профессии. Более 200 выпускников устроились по специальности. Возможно, кто-то организовал свое дело, ведь бизнес в сфере услуг сегодня популярен. Современные женщины и мужчины гонятся за красотой, ухоженностью и модой и готовы платить. Так, средний заработок свадебного фотографа – 20 тысяч за торжество. Парикмахера-стилиста – 25-30 тысяч рублей в месяц, визажиста – 25 тысяч рублей, швеи – 15-20, при условии работы на себя. Кстати, есть ли у них вообще средне-специальное образование? Возможно, только курсы. Алексей Симухин – единственный в группе парень, считает колледж хорошей практической базой. С того же мнения Ирина Баранчикова – студентка строительного колледжа, одна из немногих девушек в мужской профессии – геодезист. Геодезисты – главные участники строительства. Эти профессионалы очень востребованы сегодня. Раньше их готовили в Екатеринбурге и Новосибирске. В 2008 году специальность открыли в Омском строительном колледже. Еще студенты – расхват. Платная дорога строится, Москва-Санкт-Петербург. Пригласили туда на практику. Практиковались, наверное, два месяца и потом позвали на работу. То есть предложили остаться на постоянной работе. Дали должность инженера. Сейчас у меня отпуск, то есть я брала отпуск в свой счет, на сдачу диплома, сессии. Ну, средний доход по Москве. Средний там 50-60 тысяч. Месяц. Преимущество среднего профессионального образования – ориентированность на практику. Обучают на современном оборудовании. Студенты с первого курса получают опыт, который так требует работодателя. В 2014 году Омский строительный колледж выпустил около 240 человек. Из них 83% устроились по специальности. Цифра по Омскому региону – 67% трудоустроенных. Мы ввели такую дисциплину, как психология адаптации на рынке труда, где обучаем правильности заполнения резюме, как выстроить логику самопрезентации перед работодателем. Студенты, с которыми мы беседовали, нацельны поступать в высшее учебное заведение. Объясняют это просто и в то же время абстрактно. Это престижно, это путевка в жизнь. Ни один не сказал, зарплата увеличится, стану начальником, работодатель требует диплом, ну или, наконец, получу отсрочку от армии. Получается, в ВУЗ идут, потому что идут все, потому что это модно. А кто поступает в техникумы? Я считаю, что вот такое желание поступить в ВУЗ, оно, видимо, связано все-таки с недостаточной ориентированностью ребят во внешних условиях, во внешнем мире. Понимаете? И плюс ко всему, если вы проанализируете всю прессу, там существует школа, ВУЗ, школа, ВУЗ. Профессионально-образовательная организация, представителями которых мы являемся, практически никогда не упоминается. Преподаватели признаются, ребята, которые сознательно идут в колледж ради профессии, заработка есть. Но много тех, кто сбежал из школы после девятого класса от ЕГЭ. А вот Никита Эрфорд пришел после одиннадцатого. Он яркий представитель другой многочисленной группы. Чуть-чуть с ЕГЭ у меня не получилось. По баллам не попал у нас в Сибади. В колледже техникумы и училища принимают без ЕГЭ дополнительные испытания лишь на некоторых специальностях. Возможно, это одна из причин, почему средние учебные заведения востребованы. Министерство образования Омской области в этом году планирует набрать в техникумы более девяти с половиной тысяч абитуриентов. Компания претерпит изменения на региональном уровне. Бюджетные места распределят так, чтобы экономика области выиграла. В Омской области поднимаются и развиваются промышленные предприятия оборонного сервиса, а также космические отрасли. Именно поэтому мы увеличили, сделали перераспределение контрольных цифр в сторону промышленных, строительных, транспортных специальностей сельского хозяйства. Как раз то, что необходимо для импортозамещения. В Прииртышье более 20 тысяч вакансий. Стоит заглянуть на любой сайт о работе. Как никто, требуются работники сферы производства и строительства. Не простые рабочие, а квалифицированные специалисты. Зарплаты, конечно, разные. В среднем от 20 до 40 тысяч рублей. Но и бухгалтерам, юристам и менеджерам больше не предлагают. Алла Аксенова, Артем Колесников, Антенна 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова